Григорий Яковлевич Бакланов, настоящая фамилия Фридман, родился 11 сентября 1923 года в Воронеже. Писатель происходил из интеллигентной семьи, рано осиротел, потеряв родителей, воспитывался в семье дяди. Детские и юношеские годы Григория Бакланова прошли в Воронеже. После окончания девятого класса Григорий Бакланов перешел учиться в авиатехнику. Когда началась Великая Отечественная война, он работал слесарем на 18-м авиационном заводе, выпускавшем штурмовики Ил-2. Чтобы попасть в военное училище, Бакланов экстерном сдал экзамены за десятилетку. Бакланов – русский советский писатель, прозаик, публицист, очеркист, драматург, редактор, сценарист, фронтовик. Один из наиболее ярких и известных представителей плеяды прозаиков фронтового поколения. Представитель так называемой лентинамской прозы, в чьих художественных произведениях утверждалась правда в Великой Отечественной войне. Член Союза писателей СССР, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за повесть на веки 19-летние. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Бакланов – автор таких известных повестей, как «Южнее главного удара», «Пять земли», «Мертвые сраму не имут», «На веки 19-летние». Также перу Бакланова принадлежат романы «Июль 41-го года», «Друзья» и «Тогда приходят мародеры». Григорий Яковлевич написал много рассказов, путевых заметок, критических статей. Ему принадлежат сценарии восьми фильмов, среди которых, несмотря на военную тематику, самым близким и лиричным он считал, телефильм «Был месяц май», поставленный Марленом Хуциевым по рассказу «Почем фунт лиха». Будучи главным редактором журнала «Знамя», Бакланов сыграл заметную роль в социальном и нравственном обновлении общества. Григорий Яковлевич был секретарем правления Союза писателей СССР, членом Совета историко-просветительского общества «Мемориал». Осенью 1941 года ушел добровольцем на фронт. Служил рядовым в Галубичном полку. После окончания артиллерийского училища командовал взводом управления артиллерийской батареей. Был тяжело ранен. После войны окончил литературный институт имени Горького. Печататься начал в 1950 году. Впечатления и переживания фронтовой жизни впоследствии лягут в основу его будущих произведений. Его первые рассказы и очерки были посвящены послевоенной колхозной деревне. В повести «Южнее главного удара», написанной в 1957 году, Бакланов впервые обратился к фронтовой юности, следуя традициям психологического и исторического реализма. Григорий Яковлевич правдиво писал о том, что не каждый солдат, участвовавший в боях, приближал нашу победу. Были и те, кто погиб случайно и нелепо. Признание и успех к писателю пришли в 1959 году вместе с публикацией повести «Пять земли». С СССР она печатала в журнале «Новый мир», что уже была большой победой. Главный редактор журнала, знаменитый Александр Твардовский, высоко оценивал его это произведение. Потом повесть издали в тридцати с лишним странах. В единственном автобиографическом произведении Бакланова поести «Жизнь, подаренная дважды» автор напишет «Я не знал тогда и не мог знать, что из всего нашего класса, из тех ребят, что пошли на фронт, мне единственному было суждено вернуться с войны». В прозе Бакланова всегда были присущи драматизм действия и художественные исследования нравственных конфликтов. Именно в этом и заключалась вся трагедия любой войны. В произведениях писателя война честно представала такой, какой была для воевавших на переднем крае. За многие сюжеты его резко критиковали. Например, повесть «Пять земли», став событием в литературной жизни, подвергалась нападкам официозной критики и вызвала острую дискуссию о лейтенантской литературе. О копной правде, дегероизации, ремаркизме, абстрактном гуманизме. В более поздних произведениях, посвященных уже мирному времени, Бакланов отражал духовные проблемы и коллизии, связанные с бывшими фронтовиками, чья судьба оказалась исковеркнута, расклевающими условиями членливой тоталитарной системы. Его герои переживали духовный кризис, вызванный уже новыми социальными и нравственными процессами. Литературный критик Лев Аборин отмечал, что Григорий Яковлевич создал яркие персонажи, которые, столкнувшись с войной, сохранили героизм, храбрость и честность по отношению к самим себе. Писатель был не только прекрасным литератором, но и очень мужественным человеком. Вячеслав Кондратьев подчеркивал, что написанная Баклановым повесть «Пять земли» отличается дерзостью, поскольку при всем внешнем спокойствии она сжимает сердце читателей, показывая им события такими, какими они были на самом деле. В 1988 году опубликовал книгу рассказов «Свет вечерний». В 1993 году «Свой человек». В 1995 году книгу «Я не был убит на войне». Издана книга мемуаров Григория Бакланова «Жизнь, подаренная дважды». В 1990-е годы Бакланов продолжал активно выступать с публицистикой на тему вчерашней войны и нынешнего мира. Умер писатель 23 декабря 2009 года в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище. До последних дней Григорий Бакланов оставался творчески активным человеком. Он работал над новыми сочинениями. Читатели еще долго будут помнить его книги и его общественную позицию.